Добрый день! В эфире «Московская правда». Я главный редактор «Московская правда» Шот Муладжанов. В студии у нас сегодня не гость, а мы, думаю, правильно поступим, если скажем, что у нас сегодня в студии коллега наш Евгений Додолев. А не гость он еще и потому, что участвовал и до сих пор участвует в жизни и в работе «Московской правды», является акционером закрытого акционерного общества «Московская правда» и издает внутри «Московской правды» две вкладки «Музыкальная правда» и «Новый взгляд». Но знаменит он, к сожалению, в первую очередь не этим. Он знаменит своими телевизионными делами и прошлыми, начиная с программы «Взгляд». Ну, горжусь больше всего участием «Московской правды». Да, конечно. И нынешними он ведет программы на канале «Москва-24», он беседует с самыми известными и самыми интересными людьми нашей страны. Я, правда, не хотел бы сегодня, чтобы мы с Женей, мы на «ты» и будем, я думаю, и так разговаривать, чтобы мы с Женей сегодня говорили об этих знаменитых людях, хотя ему есть что рассказать и про их политическую, и про их личную жизнь, но я бы хотел воспользоваться, Жень, тем, что ты много-много лет занимаешься политической журналистикой. Ты автор многих книг, связанных с политической жизнью не только России, но и международной политической жизнью и так далее. Я бы хотел для начала такую вещь затронуть. Вот смотри, мы жили в 90-е годы в стране, где было несколько партий. Причем это были не то чтобы политические партии, но это были реальные группировки людей, которые влияли на формирование властных структур и так далее. Постепенно мы сейчас пришли к тому, что у нас не только нет политических партий, как мне кажется, но и к тому, что практически все политические решения принимаются в одних и тех же кабинетах, независимо от того, кто их там потом реализует, озвучивает. Вот как ты считаешь, для России какой формат лучше? Мне кажется, что все-таки мы сориентированы на восточную модель. Я всегда и везде повторяю, что мы в большей степени восток, чем запад. И несколько сот лет, когда у нас существовала монархия, потом в годы советской власти у нас была, в общем, однопартийная система. И под словом партия подразумевалась ровно одна. То есть, это был синоним власти. Поэтому я думаю, что на самом деле это привычно очень для, условно говоря, электората. Или будем говорить для народа. Лучше слово обывателя использовать. Ну, это все-таки негативная коннотация. Я думаю, что к основной массе населения мы все-таки должны относиться без снисхождения, а как к нашим согражданам. И мне кажется, большинство наших сограждан такая ситуация устраивает. Тем более, что единственной альтернативой того дискурса, который власть, собственно, со всеми псевдо-оппозиционными движениями определяет, это только левая идея. Ну, то есть, условно говоря, коммунисты или там нацболы. То есть, такие маргиналы. И, ну, не знаю, мне бы, наверное, не хотелось бы, чтобы к власти пришли левые. И, говоря о коммунистах, я имею в виду не партию Зюганова, а вот таких вот настоящих коммунистов. Потому что мы все помним, что такое коммунистический режим при всех его плюсах. Если мы говорим с нашей точки зрения, с точки зрения работников медиа, мы понимаем, что это конец профессии будет. Потому что профессия, в общем, существовала... Про политическую журналистику, тем более, если мы завели речь, политической журналистики быть не может в контексте коммунистического режима. Хотя, конечно, конечно, определенные плюсы были и сейчас ретроспективно, мы это понимаем. Меня очень удивил Лев Гудков, глава Левада-центра, я с ним беседовал. И он сказал, что это не его мнение, это просто опросы показывают, что сейчас молодёжь более советская, как он сказал, чем люди нашего поколения. Потому что они, условно говоря, не помнят, но если называть вещи своими именами, ну, наверное, же говна. А какая-то эстетика, вот эта советская романтика, да. И абсолютно неоспоримые социальные плюсы, такие как бесплатное образование, бесплатное жильё и бесплатная медицина, они завораживают. Мы сейчас не говорим о качестве, но мы помним, что это было бесплатно. Во всем случае, никто из нас, советских людей, не думал, что он может умереть с голоду или умереть от, не знаю, неполучения медицинской помощи какой-то. Смотри, вот совсем недавно опубликованы данные, заговорил о статистиках, да, о вопросах Левада-центра. И по данным этого очередного опроса, более 50% опрошенных жалеют о распаде СССР и хотели бы его восстановления. Понятно, что СССР не восстановится. Это вот во всяком случае в тех границах и в той форме, которая это там было до 90-го года, это практически нереально. Но, с другой стороны, вот это стремление, это настроение, оно связано как раз с отсутствием уверенности в настоящем, или это связано с тем, что просто вот, ну, романтизация советского прошлого, она в головы прочно вкладывается, да, потому что все фильмы, которые идут о советском прошлом, они такого романтического склада, как правило. Ну, это яркий пастух, условно говоря, такой гламуризация происходит до этого прошлого. Вот что все-таки больше, боязнь или романтика? Я, прежде чем вот ответить на этот вопрос, к преамбуле вопроса хотел бы вернуться, потому что вот было сказано, что это невозможно, восстановление империи или Советского Союза. Очень характерный пример с Сочинской Олимпиадой. Опять, я буду все время иллюстрировать примерами своих бесед. Беседовала с Карелином, с нашим знаменитым борцом, он сейчас там депутат, и он входил в подготовительный комитет Олимпиады. И вот сказал, что накануне Олимпиады мечта была, мечта, вы думали, вот только бы из первой пятерки не вылететь. Вот занять пятое, четвертое место, и мы красавцы-победители. Вот позор будет оказаться запятым. Про бронзу, ну, даже самые смелые предположения были. Никто бы не дал руку на стечение, что мы выиграем Олимпиаду. Это просто из разряда было невозможно. Никто не понимал. Не было ни одного человека, который прогнозировал бы даже второе место. Таких смельчков не было. Поэтому бывают очень неожиданные вещи. Бисмарку это приписывают. Это такое МО. А может быть, это кто-то из немцев сказал, что Россия управляется непосредственно прямую Господом Богом, иначе невозможно объяснить её успехи и выходы из совершенно безвыходных ситуаций. Поэтому, во-первых, не будем зарекаться, что невозможно восстановление как бы приращивания территории. Возможно, мне кажется, в ближайшие поколения два восстановление идеологической модели. Потому что пока живы люди, которые помнят, что это такое, условно говоря. Не допустим. Да. Просто очень не захотят. Одно дело говорить об этом, другое дело помнить, что это такое. Но воссоединение, допустим, условно говоря, славянских республик Белоруссии, Украины и России, я считаю, что вполне возможно. Потому что под это есть очень много экономических резонов. Ну, тоже потом. Представить себе, что батька Лукашенко пойдёт на вторые, третьи роли вот в этом союзе. Другого. Ну, вдруг он пойдёт на первую роль. Тогда наши элиты не согласятся, скорее всего. Ну, у нас с элитами вообще непонятно, что происходит. Но, собственно, теперь отвечаем на сам вопрос, что почему. Ну, да. На вопрос, почему значительная часть народа хочет восстановление. Ну, потому что так устроен человек, что всё-таки плохое забывается, а помнятся какие-то позитивные моменты. А мы их уже упомянули. Была масса позитивных моментов. И кроме того, было то, что, не знаю, Кант называл категорическим оперативом. Была какая-то идея. Может, она была ложная. Не знаю. Но может быть и нет. Был интернационализм. Допустим, ты прекрасно это должен понимать. Я вообще плод интернационал. Да. Вот. Сейчас всё-таки идея, идеология, собственно, ровно одна. Деньги. Мы зарабатываем деньги. Поскольку всегда кто-то зарабатывает больше, то основная масса людей, прямо скажем, не очень живут богато у нас люди. Если сравнивать за Западную Европу. У нас считается, не меньше 20% живут за чертой бедности. Вот понятия черта бедности такого не было в Советском Союзе. Хотя, в принципе, если сейчас вспомнить, мы жили в целом бедно все. Даже элита, она жила на уровне мидл-класса американского. То есть, мечта это была, не знаю, она травая шапка, часы сейка, югославская дублёнка, казённая дача и Волга. А поездка на болгарский золотой берег? Да, это вообще, да, уже вот просто лакши-релакши. Но более-менее было вот так вот, ну, ровненько. Всё-таки не было такого разрыва. Самый большой разрыв, я не знаю, между, ну, там, мы возьмём, там, не знаю, генерала КГБ, академика, ну, эти зарплаты 500-700 рублей. Самая маленькая, я помню, у меня зарплата была, как и члены редколлегии московского комсомольца, полставки 65 рублей. Ну, то есть, имеется в виду, что ставка была 130. Ну, то есть, разрыв был как бы там 4-5 раз, но не был таким гигантским, как сейчас, когда сейчас на свадьбу могут пригласить, я не знаю, Стинга, там, или потратить там четверть миллиарда рублей. И не первые лица, мы говорим просто про успешных банкиров и бизнесменов. То есть, такого разрыва не было. Что-то вроде зависти, да? Ну, вот это чувство несправедливости, потому что, ну, думаешь, ну, как, ну, вот у меня знакомая очень хорошая Оливия Лихтенстайн, она была культовым телевизионщиком в 90-е годы, мы с ней сотрудничали как раз тогда, когда я там работал во «Взгляде». Сейчас она писатель такой британский и телевизионный ветеран. У неё дочь учится в Лондоне с дочерью Абрамовича, и вот она рассказывает про эти праздники, когда там перекрываются мосты, когда там за один вечер 30 миллионов фунтов тратится. Они, кстати, все ходят, но презирают до глубины души, вот говоришь. Потому что она своей дочери даёт там 20 фунтов в день на вот, ну, условно говоря. Кушаю и плююсь, называется. Да. И вот это ощущение того, что он всё-таки несправедливо как бы имеется в виду. Потому что вот это первое поколение, ну, вариши, оно всегда такое. Второе уже, вот согласен с тезисом Михаила Борщевского, что второе, оно уже будет немножко по-другому относиться к деньгам. Потому что всё-таки те люди, которые заработали очень быстро деньги и особенности сравнивать их студенческое, там, школьное прошлое, у них всё-таки, конечно, и это понятно, и это закономерно, немножко вот это ощущение таких вот временщиков. Вот сейчас есть... Жень, я, знаешь, тут в разговоре с одним своим приятелем случайно мне в голову пришёл термин про этих людей, комсомольцы-миллиардеры. Да-да, так это так и есть. Это же действительно все, в общем-то, комсомольские активисты, это люди, которые занимали ключевые позиции на комсомольских позициях, тот же Ходорковский. Гусинский, Ходорковский, они выходцы из НТТМ так называемого. Гусинский хотя бы не делал такую комсомольскую карьеру, он там был спекулянтом и осведомителем КГБ, как говорят, этих бумажек никто не видел, а Ходорковский, там, Прохоров, это просто были комсомольские активисты. Ну, вот смотри, предположим, люди, которые хотят возврата тех гарантий каких-то, того равенства, вот погоди, они реально думают, что сейчас можно повернуться, вот как-то перевернуть нашу жизнь и дальше, чтобы было так, что у большинства людей всё более-менее поровно, ну, есть какое-то начальство, есть какие-то там изгои там внизу, да, а большая часть людей живёт примерно поровну. Неужели кто-нибудь думает, что это возможно? Я полагаю, что когда эти вещи получают одобрение, эти тезисы, никто не задумывается о реальном инструментарии, о том, как это сделать. Просто, в принципе, люди жаждут справедливости, как они её понимают. Они хотят, чтобы, в общем, ну, условно говоря, делились те, у кого деньги есть, чтобы они делились. Чтобы, условно говоря, потратили в два раза меньше на свадьбу, а вторую половину построили больницу там или детский сад. Возврат к тому, о чём мы с тобой писали в 87-88 году прошлого века, социальная справедливость. Да, конечно, конечно, но на чём, собственно, Ельцин пришёл и, кстати, Полторанин предшественник. И мы ему помогали. Да, конечно, мы были бойцами. Полторанин, который возглавлял его московскую правду. На чём строилась тогда компания? На борьбе с привилегиями. Причём под привилегиями понимались эти какие-то продукты, которые сейчас в любом... Нет, ну, нынешние, по сравнению с нынешними чиновниками тогдашние были дети просто. Да просто, да, это смешно. Подумаешь, там жена на казённой Волге поехала на рынок. Да, скандал. Или там у него поликлиника, где стоит немножко получше оборудование и немножко поспокойнее врачи сидят. Или школа, где всё более-менее правильно было выстроено, так, как оно и должно быть по-хорошему. Нынешние чиновники, я вот сейчас скажу, к чему веду, нынешние чиновники по существу страх потеряли. И те блага, которые они имеют только потому, что они чиновники, они, конечно, сумасшедшие просто. Потому что и заработки бешеные, и все соцпакеты так называемые, и всё такое прочее. Вот скажи, то, что сейчас у нас почти не осталось свободных средств массовой информации, это причина того, что чиновники страх потеряли, или позиция верхней власти здесь причины? Я думаю, что на самом деле причина, опять же, в тех, кого ты называешь обывателем, то есть причина в потребителе этой информации. Потому что, допустим, возьмём абсолютно оппозиционный телеканал «Дождь». Его тащили за уши, кремлёвские, как могли. То есть там он финансировался. Президент, ну тогдашний президент Медведев приезжал на этот канал. Это вот, ну представьте себе, что на какой-то нефедеральный канал приехало первое лицо. Представители «Дождя» приглашали на беседы с президентами в компании с руководителями Первого России и НТВ, крупнейших трёх федеральных каналов. То есть вот его статус искусственно поднимали. То есть хотели, чтобы это был такой ресурс кремлёвских либералов, не состоялось-то почему, не покатило. Эти тезисы, они находят одобрение, находят своего зрителя в очень ограниченном числе потребителей, условно говоря, интеллигенции, даже не вся интеллигенция, только либеральная интеллигенция. То есть спрос маленький. Спрос маленький на это. То есть вот у них есть эта аудитория, они бы этой аудитории и живут. Потому что я помню, как там Альбат собирала, пыталась там собрать подписку на свой журнал. Ну опять же, казалось бы, что там для этих людей, условно, говоря, тысячу рублей она там просила, 15 долларов. Даже эти люди, которые разделяют её позицию, не готовы поучаствовать. Голосовать деньгами. Да. Да, поддержать. Поэтому мне кажется, что если бы была потребность в свободном слове, то есть вот я могу просто напомнить тебе конец 80-х, пору перестройки власти, когда без всякого интернета, без твиттера, в социальных сетях собирались митинги, по 100, 200, 300 и 400 тысяч человек собираются. Потому что был такой порыв. Сейчас невозможно собрать, не знаю, уже 5-10 тысяч человек приходят на митинг, это уже считается победой. Жень, тут ты привёл к самому интересному вопросу, который мне в последнее время, но не здесь, не в России, я бываю где-то за границей, как понятно, да, и там много наших сограждан, которые здесь давненько не бывали, и другая категория – это иностранные журналисты, коллеги, которые задают примерно один и тот же вопрос. А возможно вот какая-то революция в России, а возможно вот такие какие-то серьёзные волнения в России в связи с тем, что там падает уровень жизни, что нет каких-то гарантий нормальной жизни дальше там и так далее. Мне всегда очень сложно отвечать, но я потом скажу, как я отвечаю. Вот ты бы как ответил на этот вопрос? Я считаю, что в такой выбозримой перспективе, ну скажем, в ближайшие 5 лет, я не вижу топлива для такого взрыва. Даже если будет падать уровень жизни людей, всё-таки мы, это та страна, которая несколько поколений питалась тезисом, лишь бы не было войны, вот лишь бы не было вот, потому что любые перемены, они не только к худшему. Кроме того, сейчас есть пример Майдана. Я знаю массу людей, я там их фамилии могу озвучить, это из моих друзей, приятелей, которые были очень активно участвовали в белоленточном движении, и которые сейчас совершенно говорят, о господи, слава богу, что это не кончилось тем, чем могло кончиться, то есть Майданом, потому что мы видим сейчас образец наших соседей, к чему это привело. То есть, это не привело ни к чему хорошему, ни в политическом аспекте НИФ, аспекте... Людям ничего хорошего... Жить стали хуже. Война и кризис. И очень многие люди, развернулись на 180 градусов, то есть, понимают, что там давить на власть надо, но какими-то другими вещами, то есть, не путём революции, не путём апеллирования к массам, которые возьмутся за вилл. Ну, условно говоря, будут жечь покрышки, бить витрины, или непонятно, чем это может закончиться, то есть, понятно, чем это может закончиться. К сожалению, понятно. Я вот, когда отвечаю на этот вопрос, я акцентируюсь на двух вещах. Первое – это экономическая линия, да, конечно, ухудшение условий жизни происходит, снижение уровня жизни происходит, но до критической точки, мне кажется, ещё достаточно далеко для большинства. Те, кто в провинции, а много достаточно людей живут действительно бедно, они привыкли так жить, и для них ничего радикально не меняется. Те, кто, скажем, в Москве привык жить лучше, чем живёт сейчас, ну, они не настолько пока пострадали от кризиса, чтобы там это их вывело на улицу, да. Но есть и вторая составляющая – это отсутствие информационного давления, отсутствие некой пропагандистской, такой достаточно серьёзной кампании, которая бы людей сподвигала к этому. Вот ты упомянул так называемые перестроечные времена, да, там вот эти вот митинги в Лужниках массовые, там ещё где-то, ты вспомни, тогда пресса, в общем, в какой-то части своей участвовала в раскрутке вот этих настроений, да, там, то, что я, например, писал материалы про «Чёрные Волги», про спецшколы там и так далее, или там то, что программа «Взгляд» давала на эти же темы, конечно же, это людей подогревало, и это пользовалось огромным спросом и так далее. Сейчас же этого практически нет. Не в этом, мне кажется, дело всё-таки. Тогда это находило, это резонировало, это находило отзвук, потому что в целом все хотели, чтобы поменялась полностью парадигма. Все, включая и элиты, понимая, что перестройка – это процесс, который был затеян сверху. Сверху, понимали, что нужно что-то делать, не все понимали, что именно, я помню, что все тогда, включая меня, как-то выстёгывали выступление писателя Бондарева на съезде, что Горбачёв напоминает ему пилота, который поднял в воздух самолёт, но не знает, как его посадить и где аэродром. Мы все иронизировали по этому поводу, а сейчас вот много лет спустя… Сейчас мы понимаем, что это правда. Это правда, что действительно они не знали, как посадить этот самолёт и что с ним будет, и что он начнёт в воздухе рассыпаться. Хотя тогда, конечно, отношение было… Тогда всё-таки общество было достаточно консолидировано в своём неприятии этого ханжества, этих запретов, абсолютно тупых. Запреты были не то, что там запрещалось, допустим, я не знаю, педофилия или наркотики, а запрещалось слушать музыку, смотреть кино, носить прически, я не знаю. То есть, это абсурдные совершенно запреты, не мотивированные никакой логикой. Потому что, мне кажется, большая проблема была в том, что у нас существовал вождь народов, Иосиф Виссарионович Сталин, который был абсолютным мерилом того, что есть хорошо, что плохо. Он утверждал буквально чуть ли не каждую книжку, каждый фильм. Этот фильм хороший, мы его показываем. То есть, был некий абсолютный критерий. А потом пришли вот эти, они не знали, что хорошо, что плохо. И вот эти метания были. Мне кажется, это главное не Сталин и не Горбачёв, а то, что было между ними. Мне кажется, развал вот этого, того, что можно назвать социалистическим каким-то таким миром, произошёл именно вперёд между ними. Потому что они, скажем, Брежневская команда, они унаследовали от сталинской команды восприятие того, что они всё здесь решают, и они определяют, хорошо, плохо, можно, нельзя и так далее. Но не унаследовали того, что было у сталинской команды готовность за всё отвечать и действовать в кризисных ситуациях. Сталину в голову бы не пришло или тем, кто вокруг него, сказать, ну, мы не знаем, что там дальше делать. То есть, тогда не могло быть такого. То есть, если ГКЧП было бы в том, как мы уже понимаем, что... Оно не могло быть просто. Да, да, это просто невозможно. Там были перекрыты все ручейки. Ну, вот смотри, мы, предположим, пришли к ситуации, когда... Я тут с тобой согласен, большинство людей не готовы к каким-то радикальным протестам и так далее. С другой стороны, ну, мыслящие люди понимают, что вот как оно идёт сейчас, эта жизнь, она тоже, в общем, к сожалению, не даёт нам надежд на серьёзное развитие, хорошее, правильное экономическое развитие страны, интеллектуальное развитие общества и так далее. Мы понимаем, что как-то всё неправильно, ну, много неправильно, не всё, конечно. Ну, не дело, когда людям для того, чтобы починить дорогу в городке, надо пробиться на прямую линию с президентом. Не дело, когда... На обручном управлении находится. Когда президент должен вмешаться, чтобы людям отдали их зарплату, чтобы прокуратура, к которой люди обращались, наконец услышала этих людей и защитила их конституционные права, ну, это неправильно, так не должно быть. С другой стороны, тех, кого мы можем назвать элитами, да, очень устраивает такая ситуация. Они, кроме президента, они никого не боятся. Вот. Они не боятся, что их не выберут или что их уволят. Они знают, что пока президент к ним особых претензий не имеет, всё у них хорошо. И это я веду вот всё к тому, что у нас, к сожалению, оппозиционность, вот такая правильная оппозиционность, не радикальная, не дурацкая, там, крикливая, а правильная оппозиционность пресса, к сожалению, почти свелась к нулю. Да. То, что наш с тобой знакомый Михаил Никитирович Полторанин, по-моему, всё-таки это он термин придумал, четвёртая власть, да, вот, то, что он называл четвёртой властью, оно, властью-то сейчас, конечно, никакой не является. Это хорошо или это нормально или нет? Я не соглашусь, что не является властью, потому что на самом деле, вот в чём дело. Существуют идеи, которые, если бы их поддержали журналисты, даже журналисты небольших, скажем, средств массовой информации, они бы могли на этих идеях очень сильно рвануть, но просто взрывомыслящих журналистов очень мало, которые поддержали бы Лимонова. Потому что вот идеи нацболов, если бы они пропагандировались хотя бы на уровне того же эхо Москвы, дождя и нескольких газет, которые находятся в оппозиции, основной линии, их бы могли бы подхватить и националисты, и масса маргиналов, но кто захочет этого? Слава богу, в общем-то, таких людей нету, которые вот этим маргиналам готовы дать площадку, их поддержать. Но, в принципе, в обществе, как вот бывает, что там в болоте торфяник тлеет и может в пожар превратиться в большой лесной, вот эти идеи есть, которые очень заразительны и которые могут найти отклик очень большого числа, числа людей. Слава богу, что им не дают слова и трибуну. Я считаю, потому что вот есть же люди, которые как и пироманы называют, которые любят всё поджигать, но нельзя им давать спички, нельзя их допускать к стогам сена, потому что, в общем, это не игрушки. А то, что предлагают люди, которые являются, скажем, иконами оппозиционного движения, ну это нелепо и смешно, они просто сами смешные, я там не хочу называть... Далеки они от народа. Они далеки от народа, это раз, но они просто смешные, ну просто смотреть вот это бессмертно невозможно. У меня есть эталон вот этой фигни, это их, когда ещё они были более-менее такими благообразными, их предвыборный ролик, когда они летят в самолёте, явно в таком частном самолёте, белой кожей уделанный салон, и они там рассуждают о судьбах России. Вот это эталон совершенно ровно наоборот, по сравнению с тем, что надо было бы делать, чтобы как-то хотя бы к людям пробиться, да. Они, конечно, очень далеки, но я-то считаю, что у нас в стране нет настоящей оппозиции, ни системной, они не системные, её просто, на мой взгляд, не существует, потому что у оппозиции ведь две цели. Одна цель, скажем, критиковать действия власти не в том смысле, что ты дурак или ты коррупционер, а основополагающие вещи, подход, скажем, к социальным вопросам, подход к экономическим, налоговообложению, ещё каким-то. Это же почти не анализируется, какую-то ерунду они излагают, которая никому не интересна. И вторая сторона, оппозиция должна стремиться к власти. В любой стране, о которой мы с тобой можем вспомнить, ну, такой, демократической, оппозиция, она, это сила, которая пытается спихнуть власть, да, и встать на её место. У нас же ничего подобного не обнаружилось. Я помню, как на митинге Навальный кричал, мы власти, говорил он. Это он, для кого он власть? Нет, вот такие персонажи, как, скажем, у Навальный, для меня совершенно однозначно фигуры такие искусственные, раздутые и бесперспективные абсолютно, потому что я точно знаю, что вот дай ему сейчас возможность там светиться на телеящики, сколько там он захочет. Ну, в разумных, конечно, пределах там не круглые сутки, а вот более-менее нормально и так далее. Ну, максимум, что он соберёт на выборах, скажем, президентских, например, ну, процентов 7-8. На выборах партии немножко побольше, потому что Единая Россия и Путин – это совсем не одно и то же. Я-то, например, считаю, что реальный рейтинг Путина действительно где-нибудь больше 70% в стране, и вряд ли там кто-нибудь при любой раскрутке там может что-нибудь там за власть как-то с ним побороться. Ну, вот последняя, пожалуй, часть разговора, или крайняя на сегодня, да, я бы хотел от тебя услышать прогноз твой не по результатам предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, а по характеру предвыборной борьбы. Вот как ты думаешь, будет такая реальная борьба, столкновение каких-то там сил, или всё так более-менее тихо, мирно Это очень всё зависит, на самом деле, от факторов, которые потенциальные борцы в этой борьбе не могут сейчас почитать. Это зависит от международной обстановки, это зависит от цен на нефть, это зависит от того, что будет с курсом рубля, это зависит от санкций, будут ли они ослабевать или ожесточиться. То есть, это будет зависеть от очень многих экономических факторов, которые никто просчитать не может сейчас. Ну, всё-таки, вот смотри, элиты, мы условно с тобой это слово используем, ладно, но всё-таки они же никуда не денутся, да, и кормушки-то к власти все они как стремятся, так и будут стремиться. Всё-таки, как думаешь, потенциальные участники вот этой борьбы за места в Госдуму, они будут в основном эти вопросы решать где-то там в кабинетах, или они попробуют всё-таки больше апеллировать к избирателю? Если резко ухудшится, понизится уровень жизни, ухудшится экономическая обстановка, возвращаясь к тому, то есть, если фактор апелляции к электорату приобретёт значительно больший вес, то в этих выборах будут задействованы, мне кажется, значительные степени медийные ресурсы. То есть, тогда больше будут в прессе обращаться. Если ситуация, вот статус-квоз сохранится, вот как сейчас, в общем, где-то вот там в районе 40 долларов за баррель нефть, вот так вот всё вот ни шатка, ни валка, вот, то мне кажется, что никакого накала не будет. И тут же такое подвопросик, вот скажи, ты бы как оценил влияние на… мы не будем брать вот эти коридорно-кабинетные нюансы, да, это отдельная история, если всё-таки брать реакцию избирателя, обывателя. Влияние СМИ и влияние интернета мы вот здесь разведём, я имею в виду традиционные СМИ, газеты, радио, телевидение, да, и с другой стороны интернет. В процентном соотношении как бы ты, вот если всё вместе взять за 100%, как бы ты поделил их влияние? Я вот в этом смысле очень верю социологам, потому что существует в ЦИОМ, который там ориентирован на Кремль, существует совершенно оппозиционный там Левада-центр, который находится, и руководство его в жёсткой оппозиции к власти. У них совпадают с очень небольшой разницей, с очень небольшой погрешностью опросы в том смысле, что доверие к традиционным электронным печатным СМИ по-прежнему очень велико. Даже у людей, которые потребляют очень много из интернета и людей, которые употребляют термины зомбоящик и прочее, на самом деле, вот очень характерный пример, вот прямая линия с президентом Путина, она же идёт в одинаковом совершенно режиме по первому каналу и по второму каналу, то есть без разницы смотреть, ты же смотришь, а ту же картинку без всякой корректировки, в два раза больше доли первого канала, потому что вот именно по этой нисходящей, типа первому каналу, несмотря на какие-то вот бывают какие-то истории, какие-то проколы, всё равно очень высокий уровень доверия. И вот так вот по нисходящей, небольшим ресурсам, которые обитают в сети, их читают, потребляют, но вот веры вот какой-то нет, даже у людей, которые там настроены… То есть влияние на мозги всё-таки у телеканалов федеральных гораздо больше. 12% людей не поддаются телевизионной пропаганде по оценкам социологов, это просто вот статистика. Ну 12% это сильно немного. Да, в среднем 12% это людей, которых нельзя корректировать полностью в ту или иную сторону, но это мы видим сейчас очень наглядно и на Украине тоже, потому что там совершенно по-другому подаются все события, и там тоже примерно такая же цифра людей, которые пытаются трезво мыслить и людей, которые полностью доверяют тому, что они слышат из экрана телевизора. Скажи, вот ты упомянул Украину, я хотел бы твое мнение узнать, я всё-таки всё, к журналистике возвращаюсь. Есть довольно приличное количество российских журналистов, которые в разные периоды времени в украинские СМИ вливались, там некоторые до сих пор там работают, некоторые туда-сюда ездят и так далее. Скажи, это возможно только с Украиной или это возможно и с другими странами? Нет, только с Украиной, мне кажется. Потому что менталитет всё-таки. Да, потому что всё-таки это один народ, как бы это ни нравилось нашим небратьям. Я считаю, что язык определяет очень менталитет, если ты говоришь по-русски, думаешь по-русски, тебе по-русски снятся сны, то ты вот, условно говоря, русский. Ну или там называйте как хотите, советский, там вот выберите термин, но что именно язык определяет сознание. Понятно. И, Женя, я был бы неправ, если бы тебя не спросил совсем о другом. Ты какую-нибудь книжку сейчас пишешь? Ты вот писатель. Это точно не писатель. У меня папа был писателем, потому что он сочинял фикшн, то есть, билетристику. Я журналист. Ну да, но книжки у тебя бывают в том, что и очень удачный. К осенней ярмарке должна выйти книжка, условное название «Рок-байки». Рок-байки. ВСТ, да. Вот всё, что осталось за кулисами моих разговоров с рок-музыкантами. Несколько, назовём. Масса наших общих знакомых, включая, конечно, Криса Кельми. Масса людей, про которых люди забыли, что они были музыкантами. Ну, это вот Барри Алибасов, для которых, для всех, такой Карабас-Барабас-Нанайцев. Он же начинал в «Интеграле». Это был человек, это рокер, тот ещё. Юрий Лоза, который сейчас наделал столько шума своим заявлением. Что? Ольга Кормухина. Ольга Кормухина, обязательно. Ольга Кормухина с этой историей, как она бандитов на того же Криса Кельми насылала. Машинисты все из «Машины времени». Тоже там будут деполитизированы совершенно книжки. Это просто байки. То, что тряда «Секс, драгс и рок-н-ролл», вот это всё будет там рассказано. Скажи, пожалуйста, по-честному, тебе интереснее этим заниматься или политической журналистикой? Политической журналистикой было очень интересно заниматься в 80-е годы, когда я сам себе казался таким мальчишки-бальчишей такой, который реально рискует жизнью, свободой. Там было полное ощущение, что это риск… Ну, потеряло вот этот адреналин в моём представлении. Журналистика, не политика вообще. Поэтому мне интереснее сейчас всё, что связано с культурологическими проблемами, скажем так. Ну, я, во-первых, напомню, что у нас в студии Евгений Додолев, известный журналист. Ну, не хочет называть себя писателем. Это автор многих известных книг и человек, который имеет самое прямое отношение к изданию «Московской правды». И я хотел бы, Жень, во-первых, тебе сказать спасибо за разговор. Спасибо за приглашение. И, во-вторых, я хотел бы пожелать, чтобы ты и от нынешней работы получал не просто такое маленькое сиюминутное, но и такое большое эстетическое удовольствие, чтобы тебя смотрели, слушали и читали с интересом. Собственно, иначе нафига заниматься журналистикой по-другому и быть не может. Спасибо ещё раз за то, что вы нас смотрели и слушали. «Московская правда» продолжает вещание. Счастливо! Счастливо!